Доброе утро, дорогие друзья! Итак, недельная глава Биар и очень и очень такая сложная тема – это Год Шмиты. Кто не знает, это надо почитать вообще, так не объясню в двух словах. Итак, говорил Бог, обращаясь к Маше на горе Сена, и Земля должна покоиться в субботу Бога. Чуть более 38 лет назад израильская государственная компания «Эляль» переживала самые трудные времена, она была абсолютно убыточная, теряла пассажиров, теряла прибыль. Именно в это время правительство, которое тогда возглавлял Менахим Бегин, приняло решение, что пассажирские самолеты еврейского государства не будут летать в Шаббат. И пятничные рейсы должны быть завершаться в Израиле до захода солнца. Что в результате произошло? Вопреки простой экономической логике «Эляль» превратился из безнадежного убыточного в одной из самых доходных компаний мира. Как это объяснить? Можно назвать это парадоксальным совпадением, гримасой судьбы, как хочешь. На самом деле, можно ли рассчитывать на успех, если работать вместо семи дней шесть? Можно ли такое? Наоборот, вроде как, отказ от субботних перевозок сулил потерю компании, как минимум в седьмой части прибыли, но уж никак не рост. Но в разделе «Биар» в нашем разделе Бог обещает противоположное, призывая людей соблюдать законы Шмиты и прекращать сельскохозяйственные работы каждый седьмой год. Он успокаивает и говорит, а если скажете, что будем кушать в седьмой год, то тогда, чтобы вы знали, я пошлю вам благословение на шестое, доставить урожай на три года. Много рассказов есть, могу рассказывать очень много историй на этой теме. Мы живем в мире иллюзий. И одна из самых главных развитых таких иллюзий учит нас, что чем больше трудишься, тем больше зарабатываешь. Знаете, я знаю самых богатых людей, которые существуют, не все из них так вот прямо трудились с утра до вечера. Но почему все-таки тогда самые усердные и трудолюбимые не самые богатые? Почему в Советском Союзе, например, полная занятость была населением, мало праздников, выходных, никаких суббот, экономика практически разваливалась? Вот Тора сообщает нам уникальную разгадку этого феномена. Работать, конечно, нужно, и нужно желательно вкладывать себя в эту работу, но результат любого труда определяет только Бог. Он хочет показать, кто в этом мире хозяин. И прямо говорит нам, что он говорит, если будете соблюдать мои законы, изложенные в Торе, то я вас вознагражу не только духовными благами, но и материальными. От нас требуется что только? Поверить ему. И вот демонстрируя эту веру, а точнее вот то, что называется упование на Бога, мы прекращаем каждую пятницу всякую деятельность, прерываем свое участие вот в этих вот тараканьих бегах за миром, горожем успеха и уходим в мир семьи, в мир духовности, в мир тепла. Короче, приближаемся к той истинной цели, ради которой создан наш физический мир. Все очень просто, казалось бы. А вот заповедь Шмиты, да, означает вот это вот не сеять, означает следующее. Берец Израиль каждый седьмой год считается с субботним днем, как суббота вот, в неделю, да. И в год Шмиты не разрешается сеять, жать, земля отдыхает, у нее свой шаббат. Но если вы спросите просто вот специалистов сельского хозяйства, будет ли увеличение урожая, если шесть лет сеять и седьмой, они скажут скорее нет. Шмита это не физический, тут нельзя говорить, что это вот правильно, не физический, это духовный закон, тайна которого известно Богу, нам нет. И раздел наш биар начинается вообще необычно. Говорил Бог, обращаясь к Маше на горе Синая, что остальные заповеди не на Синая были, да не все на Синая. Почему выделяется именно заповедь Шмиты? Шаббат для людей и Шаббат для земли это две одинаковые концепции, которые опираются на один принцип. Наши взаимоотношения с Богом должны строиться на понимании того факта, что только Он, Он вращает коллицо на своей жизни. И личной, и деловой, и все-все зависит только от Него. И вот я думаю, что работники Иляля не разобрались тогда в происходящем. И вот они, кстати, несмотря на рост прибыли компании, жаловались, что вот суббота, шантажисты религиозные. И до сих пор так считают. Недавно, кстати, дирекция Иляля пыталась возобновить эти рейсы. Не получилось. Итак, у мира есть хозяин. Вот то, что нам говорится заповедью Шмиты. У мира есть хозяин, который может помочь, а может остаться в стороне. Все зависит от того, приглашаем мы в свою жизнь его или нет. Пригласите Бога в свою жизнь. От этого станет только лучше. Браховая слуха.